А вот что это такое, ребят, расскажите. Жалобная природа. А можно посмотреть? Да. А кто же туда пишет жалобу? Лесу. Природа. Природа. Вы как красивые. А на что же, ребята, она у нас жалуется? На то, что ее накрасляют. В 4-м детском саду Заречного вопросам экологического воспитания уделяют особое внимание. Маленьких зареченцев учат, как нужно вести себя по отношению к природе. Своими знаниями малыши поделились с мэром. Нельзя прибрасывать руср в речку. А почему нельзя? Потому что грязнят речку. И что будет? В гостях, гостях, расскажите. Будет грязная вода. Нельзя, наверное, будет купаться, и рыбки перестанут там жить. Маленькие зареченцы посетовали, что нередко им приходится воспитывать родителей и делать замечания взрослым, чтобы те не мусорили. Дети рассказали Вячеславу Гладкову, что они делают, чтобы город стал чище. Я пошел с мамой в лес, но увидел там мусор, и мне стало грустно. Я решил убрать этот мусор. Мы зашли с мамой домой и взяли пакет. Зашли, с мамой пришли в лес и начали собирать мусор. Вячеслав Гладков похвалил дошкольников за активность. Любовь к природе и стремление к ее защите от загрязнения должны стать основополагающими принципами экологического воспитания. Об этом мэр Заречного говорил позже, уже на встрече с воспитателями. Педагоги рассказали Вячеславу Гладкову о работе в этом направлении. Например, в девятом детском саду действует экологический патруль. Старшие дети следят за тем, как чистоту в группах и на участках соблюдают младшие. В этом году воспитанники многих детских садов участвовали в сборе макулатуры и другого вторсырья. Педагоги отмечают, что постепенно в процесс экологического воспитания включаются и взрослые. Знаете, одна же была такая ситуация. В пятницу в ночь выпало очень много снега. И мы, конечно же, думали, как же мы пойдем в понедельник гулять здесь не на прогулку. Куда же мы их поведем? Вы знаете, кого было мое удивление, когда я утром пришла на работу, я увидела не только расчищенный участок, а там была построена снежная горка, и она залитая. Вот была в таком ненумении. И потом оказывается, это наша семья, Николаевский, старший Антон тоже ходил к нам в детский сад. Они сделали это, два дня трудились и сделали вот эту горку. И когда мы их благодарили, в ответ услышали, ой, ну что вы, а мы подумали, но если вот не мы, то кто же. Глава администрации Заречного подчеркнул, что опыт, существующий в отдельных детских садах и группах, нужно обязательно распространять на все дошкольные учреждения. Я считаю, конечно, что главная наша задача, вот как раз то, что мы сейчас увидели наверху, буквально за пять минут, чтобы вот с такой идеологией у нас вырастали дети. С таким отношением будущее у нашего города есть. Мы никогда не сможем изменить психологию ни 30-летнего, ни 50-летнего, ни 60-летнего человека. Если он привык относиться, мягко скажем, негативно ко всему, ни одно наше увещевание, ни один штраф его только озлобит. И только через детей их воспитываем. И замечания, которые делают дети, они всегда гораздо эффективнее любого нашего действия в тысячу, в миллион раз. Вячеслав Гладков отметил, чтобы изменить отношение людей к природе, процесс экологического воспитания должен быть непрерывным в течение всего обучения. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».